Донбасс – ЦУкраина. Только факты. Статья на Пикинформ за 18 октября 2019 года. Украина сегодня в лице украинских СМИ бьется в истерике по поводу отправки нового гуманитарного конвоя из России на Донбасс. Тем временем эти же самые СМИ продолжают утверждать, что Донбасс – ЦУкраина. В материале Пикинформ рассмотрим факты, зададим неудобные вопросы, а выводы делайте сами. Донбасс – это Украина или… По сообщениям СМИ, колонна с гуманитарным грузом прибыла из России в республике Донбасса 17 октября 2019 года. Это далеко не первая колонна с гуманитаркой, благодаря которой многие жители республики попросту смогли выжить. В этот раз общий вес груза составил 154 тонны. В состав груза вошли продуктовые наборы для детей. Мне это известно, так как моему младшему 3 года скоро, и мы тоже получаем эти наборы. За что искренне благодарны МЧС России. А вот украинские СМИ уверены, что в гуманитарных грузах на Донбасс провозят военную технику, оружие, снаряды и т.д. Паны украинские журна «Нам гораздо проще купить все необходимое у украинских генералов». Вы не забыли тот скандал, когда свеженькие, только что поставленные из США для ВСУ тепловизоры и другая снайперская оптика, оказались в руках снайперов ЛНР и ДНР гораздо быстрее, чем в ВСУ. Это у вас в изданиях, и Укроборонпроме можно легко передать куда-то технику и затерять следы в бумагах. В РФ оборонка – одно из важнейших направлений. Не выйдет просто так списать военную технику, оружие, боеприпасы и т.д. Я прекрасно помню рапорты Украинских офицеров, в которых описывалось, сколько и чего было уничтожено врагом в каждой из дней. Продавалось и продается все, вплоть до ремней и носков. Но вернемся к Донбасс-ЦУкраина. Вы в своих СМИ пишите, что на Донбассе вы воюете с Россией, а местные жители на самом деле все мечтают вернуться под киевское руководство. А вот просветите меня, сколько тонн гуманитарного груза вы отправили на Донбасс тем людям, которых считаете своими? Я про обычных гражданских людей, и пусть даже не по эту сторону ленточки, а оттуда, где стоят ВСУ. Сколько школ вы снабдили школьными принадлежностями? Сколько вы тетрадок, ручек, карандашей привезли школьникам? Я не об учебниках древней шумерской истории, в которой выкапывается черное море. А в Азию отправляется некий Буденко, которого позже назовут Будда. А сколько медицинского оборудования вы завезли, чтобы помочь своим людям, которые вас здесь ждут? Сколько вы лекарств раздали бесплатно старикам нуждающимся? Почему люди с Украины едут в онкологические центры Луганска и Донецка, а не наоборот? Сколько вы выделили стройматериалов, чтобы восстановить дома, вашими же хероями разрушенные? Сколько вы сделали для своего народа, как вы выражаетесь? Вы только снаряды и патроны можете подсчитать, которые выпустили по вашему народу, да и то только те, которые не перепродали. А мы еще можем вам прикинуть, сколько литров крови вы пролили, в том числе и детской. И ведь как ни крутя, вы прекрасно понимаете, что мы это и есть русские. Понимаете, что мы за своим всегда возвращаемся. Я часто пишу негативное о президенте Зеленском, но ни разу я не поставил ему в вино обращение с вами, украинскими журналистами. Он еще ласковый. Я бы не повышал на вас голос и не отталкивал бы. Я бы вас палками бил. Такая утренняя зарядка. Обломай палку, а букра журналиста. А потом в память о самообстрелах вы бы занимались самоизбиениями. И ведь вы прекрасно понимаете, несмотря на весь ваш скорбный вой, Донбасс сделал свой выбор и добьется своего, проложив путь для Новороссии и Малороссии. А что вы делать будете? В Галичину поедете? Так и там вам не рады, мягко говоря. Из-за таких, как вы, жители Галичины не считают людьми в Польше. И галичане это вам припомнят в свое время. На Донбассе русские люди. И воюют русские солдаты. И для нас не важно, откуда приехал сосед по окопу. Здесь и со Львова, и с Киева. Со всех городов украинской территории собрались русские люди. А вот вы, паны, укра-журналисты, даже не украинцы. Вы просто хохлы в самом скверном понимании этого слова. Сергей Лебедев, Ник Лохматый, специально для Пикинформ. Неправильно выразился Сергей. Это просто украинствующие. Они не украинцы и не русские. Они просто украинствующие. Завтра будет выгодно быть полякам, а не поляками станут. Полячествующими. Извините. Донбассцы и Украина. Только факты.